Субтитры сделал DimaTorzok Это же священная корова И частенько подходит люди Такой, батюшка, он просто как ангел прошел И очень хорошо, что в доме есть жена Которая иногда взбрыхнет Чтобы по облакам тоже не пошел Мудрость можно нарастить Ты сегодня говорил про путь? Такую-то тему Сейчас возникла ситуация И они понимают, что батюшек беспокоить Наверное некогда, ну что же мы будем батюшек А вот с матушкой бы поговорить И это может быть надолго Даже в школе говорят О, сразу видно, ребенок из благодетной семьи Мне так говорят Да-да-да Я без перерыва 9,5 лет кормила детей грудью Кстати, это посчитала И вот когда вот рождаются дети Знаете, он будет есть каждые 3 часа Не будет С таким большим количеством детей Сложно работать, сложно себя реализовывать Бабушка-то беременная? А нет Значит, ты откладываешь яйца И там Мой старший ребенок будет в счастье от этого ответа И мы его вырежем Знаете, как называется наша с вами сегодняшняя история? Я сейчас процитирую Самая неизвестная, самая закрытая каста в России Жены священников Нравится ли вам, когда вас называют матушка? Можно ли к вам так обращаться? Или проще по имени? Или как лучше? Для вас как комфортнее? Ну, когда у тебя Когда ты мать восьмерых детей К тебе обращаются только твои дети То когда к тебе потом Кто-либо обращается вообще Это очень приятно Разряжает обстановку И уже хоть горшком назови Как-то я своей страной То есть, ну, матушка нормально Называйте, как хотите Ульяна Я вас почему-то Ульяной называю Запросто Да? Да Мне, на первое, неловко Потому что отца Андрея рукоположили в священнике Нам было по 20 лет И я тогда всем прихожанкам годилась в дочке Ну, какая матушка? Ну, как-то так повелось Это же не сан, не титул Сварима на ты Скорее традиция Потому что, конечно, мне кажется Что матушка, именно матушка Это настоятельство монастыря должно быть И как-то обращение постоянно Тебе, сверстников твоих К тебе матушка Ну, мне не очень нравится Я предпочла бы просто по имени называть Ну, так как традиции Её и уже никуда не изживёшь И с ней бороться Это будет уже какая-то ересь Я думаю, что если сказать Что сейчас жену священников Не надо называть матушками То это прям будет Все забудут Забудут про всё остальное Да, про всё остальное Думаю, это будет И будут обсуждать Мне кажется, что Хотят матушкой Пускай называют матушкой Как удобно Есть В книге Притчи Соломоновых Замечательный текст Посвящённый Идеальной жене Ла перфекта Кассада по-испански Трактат Такой даже есть У католиков Идеальная женщина Кто найдёт добродетельную жену Цена её выше жемчугов Уверено в ней сердце мужа её И он не останется без прибытка Кому можно быть матушкой? Кому нельзя? Кем надо быть? Это же не про матушек, Алла Это же не про матушек Это в целом про женщину Я же говорю, что Жена священника Она Та-дам Ну нет, Алла Я не соглашусь Знаете, вот это вот Мне кажется, неправильное И даже опасное какое-то заблуждение О том, вот про касту Это сразу И вот про то, что у матушки Там это некое такое Как сказать Отдельное Нечто отдельное Я знаю, что многие так думают И многие девушки Которые хотят стать матушками Целенаправленно Думают Прям вот к этому стремятся И они Думают, что это именно так Это вообще не так Это все ХБМ это называется Ну да Это Хочу быть матушкой Это совсем Это трудно Это жизнь, как у всех людей Она никак ничем не отличается Это Но может быть даже Какие-то Так как все зависит Все же от служения мужа И Так как муж Да Все же Занят И служит И Это не та работа Когда там Суббота, воскресенье Мы отдыхаем А это Семь дней в неделю И ночью, если надо То Ты Целиком И полностью Подчиняешься Этому ритму жизни И это нелегко И Вот говорить о том Что кто-то там может Не может Я думаю, что если Все же мы говорим о том Что Как-то Господь Действует Среди нас И Ну не по нашему Хотению Как-то Мы встречаем И своего мужа Да И как-то Находим в этой жизни Не просто так Правда же Мы в это верим То Господь Если это посылает То Он в принципе Посылает силы На такую жизнь Но Говорит, что Это там Девушка Будет Хорошая матушка Это не будет Это вообще не так И иногда Бывают случаи Когда Начинается Все очень тяжело Например А потом Как-то все это Ради готовности Двоих людей Все Преодолеть Своей жизни И идти по жизни Вместе Оно как-то Выливается В такую Ну уже зрелую Жизнь В спокойную Полную Любви Такой уже Зрелой Бывает наоборот Все сначала хорошо И В общем-то Весело Достаточно И как-то Так Неощутимо Какие-то такие Нагрузки А потом Вдруг раз И что-то случается А разве не случается Это в обычной жизни Ну в обычной жизни То же самое случается Поэтому говорить о том Что это какая-то Определенная Ну Какая-то прослойка Которая вот Кто-то достойно Кто-то нет Ну конечно Есть нюансы Да Все же Ну и как у всех Православных христиан Да Мы Понятно Что Если Даже Людям Которые Считают себя Православными христианами Но не являются Священнослужителем У них всегда Есть возможность Развестись Это плохая возможность Но она есть Понятно Что за этим Последует что-то Но Некритичное Если Жена Бывает И в священнических семьях Такое Мало ли что случается Если такое происходит Это трагедия И Муж не может служить В большинстве случаев Ну что-то случается Поэтому Конечно Тут Вопрос состоит В том Готов ли человек Долго Долго Повторяю Нести Какие-то тяготы Жизненные Но Если он готов То Знаете Это необъяснимо Потому что Раз ребенок Два ребенка Говорят Шесть детей Это сложно Но вот они как-то Если есть готовность И ты говоришь Господу Ну хорошо Ну значит Как мне сказала Одна матушка Это уже жена священника У нее десять детей Так далее Носи Конечно Что-то бывает Тяжелее Чем у других Обусловленное Какими-то Такими аспектами Жизни Которую Я сейчас сказала Насчет Много детей Я вспоминаю Эту историю Про ребенка и кота Когда в семье Один ребенок И он съел корм кота То это ужас и кошмар Когда два ребенка И один из них Съел корм кота Ну ладно Всякое бывает Когда три ребенка И один из них Съел корм кота То это проблема кота Ну это примерно так Как оказалось Сухой корм вкусный Я попробую Да Когда уже какой-то съел Покупали к пиву Да Да Слышала Алтаниела Корм сухой В девяностое годы Извини Ты много теряешь Слушай Надо наверстать Надо наверстать Никогда не поздно Еще момент Про развод Варь Вот ты сейчас сказала Разве Разведенный священник Не может служить Ну Разные есть Аспект Причина Главная развода Какова Ну мы не будем Здесь затрагивать Потому что Ну всякие случаи бывают Но и со стороны мужа И со стороны жены Тут вот Оба же человека Они люди Со всеми Вытекающими последствиями Не нужно думать Что они Там вот Батюшка Сразу Если он Священник А матушка Его жена Они там Святые люди Нет Они Вот мне очень Не нравится Когда Говорят Да Но вы наверное Не ссоритесь Ссоритесь? Конечно Ссоримся Мы горячее А как им хочется Верить в то Что мы не ссоримся Ссоритесь А как же Более того Вот когда возникает вопрос Трудно ли быть женой священник Прошу прощения Что перебила Нет Трудно ли быть женой священника Я понимаю Что очень часто Ловлю себя на том Что когда трудно В этот момент Становится ясно Что трудно Не потому что Я жена священника Потому что я жена Вот этого конкретного человека Да Хорошо При всей любви Матушка Светлана Вы тоже ссоритесь? Мы даже дрались Какой-то Рассказывали как-то Что били по-моему Посуду Например Когда Ну у меня же очень Муж очень У него был долгий путь К хератонии И Ему предложил Владыка Тихонов Рукополагаться И знаешь что он сделал Он сказал Нет я не достоин Потому что перед этим Он прочитал Творение Анзелатоуста Вот сколько-то там Слов о священстве И он пришел И рассказал мне об этом У меня были ботинки Тяжелые под рукой Оказаться в коридоре Они полетели В том значении Ну в общем Господь спас Отца Михаила Потому что кто-то пришел Там попросить Не знаю чего Соли По-дружески Прозвенел звонок И меня это остановило В какой-то момент Было что-то страшное Ну вообще Вот эти вот Высеченные в граните Буквы Быть матушкой Мне кажется Они так И пауза Тяготят Да и пауза Да Потому что на самом деле Вот Что обязательно должно быть Мне кажется Это некоторая доля Самоиронии У матушки Потому что без этого Ты действительно Начинаешь осознавать Что ты Есть матушка И это прям И это бывает И к сожалению Очень часто У молодых Девушек Извините Что я все время К молодым девушкам Но к сожалению Еще раз Он в такие Бабенькие сидел Молодые девушки Ну да А мы уже все в очках Да Заметьте Возникает такое ощущение Что вот И она стала матушкой То есть Батюшка Священника Руку положили Священником И это действительно Совершенно удивительное Потому что человек Преображается И Как таинство Венчание Да Вот у нас было Как это называется Роспись А на следующий день Венчание И вот Роспись Ну вот стоит Какая-то Девушка Я просто очень хорошо Помню это И она что-то говорит Такое Объявляй вас Мужем и женой Я такой смех разобрал Какая-то девушка Что ты мне говорит Даже не девушка А уже тетенька такая И она такая Как-то все это Я ничего не почувствовала А на следующий день Было венчание И это просто накрывает И вот эта благодать Тут у нее не пощупаешь Она просто есть И ее можно только почувствовать И она остается с тобой То же самое конечно И священническая Когда человек Хиротония Ну он преображается Совсем становится другим И ты это чувствуешь И конечно Он-то да Но у тебя не было Хиротония И вот это Главное Никакой случай Не В себе Не Мне кажется Важным Вот это вот На себя не брать Какую-то важность Напускную Вот эту вот Значимость Себе придавать Более чем есть Ты была и осталась Это твой муж Стал священником А теперь тебе предстоит Очень долгий путь Его помощи И где он будет служить Ты не знаешь Хорошо Если в московском храме То есть не то, что хорошо Тут легче Ну в смысле Твоей жизни Да Ты в Москве И секция рядом А если ты там Где-то подальше То тебе придется Очень тяжело Потому что муж Не сможет возить Секции в смысле Детей Ну детей Да Потом у тебя родятся дети И ты будешь одна С ними гулять Покупать продукты Потому что просто Муж не сможет Он будет служить А потом его вызвали К бабушке причащать Куда-то Или соборовать А он должен был Забрать ребенка И значит несешься ты Это не сложно Но просто Надо быть готовной К этому И мне кажется Еще важно Не рассматривать Это какие-то трудности Это временные трудности Как Да Едем дальше Ульян Чтобы не тянуться Справа-слева Что отсчитать Наугад Это важно Видите Ляла важно Длань свою Она открывает Бедному И руку свою Подает нуждающемуся Вот прям в сердце Извините Книга Притчи Соломоновых Часто просят Помощи материальной Не знаю Душевной Духовной Психологической Любой Да Да И наверное Что тяжелее всего Дается Это не Материально Помочь Просящему А тогда Когда человеку Нужен телефонный Или личный разговор Потому что Он думает Что он один А их много И они Понимают Что батюшек Беспокоить Наверное Некогда Ну что же мы будем Больше А вот с матушкой Бы поговорить И это может быть Надолго И как надолго Знаете В сериале Симпсоны Есть такой персонаж Болтливая Жена священника Ой А он не смотрел Меня муж Затроллил уже Что я не смотрела Симпсонов Ну извините Сегодня взять Собачий корм Включить Симпсонов И наконец Наконец Наверстать Закрыть все Да Точно И Болтливая Жена священника Как себя ведет В этом сериале Ой Главное не начать Получать У нас совсем Разговор Там Симпсоны Это Как раз Сериал Где Иногда Прямо Вот они Выбивают десятку То есть Очень точные Образы И это точно И все это Держится На этих персонажах Которые Очень точно Выражают Какие-то Я даже не скажу Там социальная группа А вот именно Личные какие-то Качества Какой-то Вот например Гомер Симпсон Такой вот Отец Безответственный Закрывали его Из-за Из-за чего Из-за того Что он душит Этот сериал Закрывали из-за того Что он душит сына Везде В заставке Барт Из-за Из-за Барта Потому что Это плохой пример Не надо поучать Не надо скатываться То есть Можно слушать Но Поучать Это вот вопрос К себезначимости Матушки Ты не священник Все время Ну то есть Если есть Калут такая Какая-то Ни в коем случае Не надо Не надо разводить Вот это Знаете Я всегда боюсь Женских монастырей Простите меня Пожалуйста Прощай Потому что В отличие от Рамиса Боялась Потому что Женщины Вообще Сообщество Женщин Какой-то вот Толпа Женщин Коллектив Женский Это такое Явление Оно Нестабильное И опасное И что Женщина может Прийти в голову То обычно Если рядом Есть мужчина Он обычно В 90% случаев Он как бы Сглаживает Так скажем Обесцегивает Сейчас говорят И когда Этого нет То Если женщина Вот все время Это сначала Потихонечку Потом это И у нее что-то Приходит ей в голову Ей конечно кажется Что это единственный Правильный вариант И нужно делать Только так И Вот Совсем так И это иногда Очень сильно Влияет на жизни Людей Нужно очень аккуратно Общаться Аккуратно давать Советы Особенно духовные темы Вообще Лучше не давать Духовные темы Вторая сторона Если можно Этой цитаты По поводу помощи Бедному просящему Это очень важно В семье Поощрять и поддерживать Почему? Потому что Семья многодетная И всем известно Как хотят все Поддержать батюшку На приходе Как ему все время Хочется что-то подарить Как дома полно конфет Но может не быть картошки Да Это вот из Матушки Юлии Сысоевой Как раз Книжки Цитата Как у врачей Да И если Это вовремя Не перевести В другое русло То у детей Будет формироваться Такая Позиция жизненная Что вот мы здесь И нам все должны Потому что мы Семья батюшки Вот Нужно вовремя Переключать на то Что мы Семья батюшки Поэтому мы помогаем Ульяна А как быть Когда Вот смотрите Вы выжатый лимон Вы всех развезли На кружки Всех с кружков Собрали Всех там распихали Делать уроки Все эти уроки Проверили Наготовили на всех И ждете Когда сейчас Придет отец Андрей Я так не умею Все что вы перечислили Чтобы сразу У меня было Никогда Я имею ввиду Когда нет ресурса Вот Дети Вот муж Дети Это приоритеты И тут еще люди Которые хотят Вашего внимания И поговорить И поплакать И им всем надо Что-то дать Детям могу сказать Вот если я вымотанно И прихожу домой И там начинается Там пятерки Двойки Тра-ля-ля-ля-ля Пресс-конференция Через 15 минут Это у меня Кодовое такое выражение Это значит Что пока 15 минут Дайте выдохнуть маме А потом Будем задавать вопросы Нет На нашем там Миланском базаре Такое невозможно У нас просто Все лезут Все лезут Да Ну я не знаю У меня в какой-то В какой-то момент Я не знаю Может быть Ну знаете В ютубе Есть такой эксперимент Когда человек Щекочет Щекочет Он либо умирает Либо так Раз Расслабляется И мне кажется Вот в какой-то момент У меня такой А И все И мне стало Все ни по чем Зашла перезагрузка Полная Варь Давай Третья карточка Справа Третья справа Она воздает Не хорошо Это воля Божия Третья карточка Третья карточка Но Это смирение Какое-то Я в шутку Конечно говорю Но иногда Конечно приходится Иногда Да Ну помнишь Такой был Литературный анекдот Который приписывали Хармасу Что Толстой Разговаривает С Нипомским С Вяземским О непротивлении Злу Насилием И Вяземскому Садится комар И Толстой Берет Свой знаменитый посох И убивает Этого комара Вяземский Третья гул Говорит Лев Николаевич А как же Непротивлении Злу Насилием Нельзя же Так подробно Аминь Варь Ну тогда Следующую Она встает Еще ночью И раздает Следующую Извините Раздают Пищу Раздают Пищу В доме Своем И урочную Служанкам Своим Задумает Она О поле И приобретает Его Это кстати Вообще Интересный Момент Захочет Женщина Поле Купить Идет И покупает Поле Это как Вообще Это вот Ну А как же Там Ну а с мужем Посоветоваться Как хорошо Жили люди На Ветх Заветах Служанки Поле Наверное Автор мечтал О том Чтобы часть Бытовых хлопот Была снята С его плеч Заботливыми Женскими руками Но поле Так поле Да Так как В нашей семье Все глобальные Вопросы Решает мужчина Да Есть ли жизнь На Марсе Да Можно ли там Открыть Вечную молодость Он делает Очень важную Мужскую работу Он молится И в большинстве Случаев Это Ну в общем На самом деле И не возникает Никаких вопросов То есть Ты идешь И покупаешь поле Да И пашешь Просто никто не понимает Что служение Его не заключается В том Что он Прорекает будущее Показывает Какие-то фокусы Чудеса В решете Он молится Это настоящий Мужской труд С раннего утра И там Сколько 12 дня На ногах В напряжении В сосредоточении Он готовится К этому И вот В нашей семье Конкретно Проблемы Это выделить Там В какое-то место Где он бы мог Побыть в тишине То есть А Православные священники В отличие от католических Они еще Обременны семьей И там Детям Например До скольки-то там лет Им совершенно все равно Что кто-то К чему-то готовится И там К ним надо всем Вставать ночью И к служанкам Там и так далее Вот И собственно Мне кажется Что здорово Как раз Что большая семья И много обязанностей То есть Начинает все это работать Так как бы Начинается Вот Эта тема То, что нам нельзя развестись Это прекрасная тема То есть Ты не ориентируешься На бегство А ты ориентируешься На работу На то Что мы притираемся Пристраиваемся Вот здесь Вот удобно этому Здесь Вот это любят в тишине Посидеть А это опять наоборот Там со всеми Нужно пообниматься И так далее И вот Это вот Устроение Семейное Оно как раз Очень экономное И вот эти Все семейные дела Они вопросы О жизни на Марсе Они просто изживают Потому что Они не имеют смысла А хоть бы она и была Да То есть Как бы Они с одной стороны Сужают юрисдикцию Да кажется Ну вот она сидит дома Там Как еще Любят сказать Знаешь Мне себе там подруга Сказала Вот ты вот опять беременна И у тебя интеллектуальный спад Значит Это точно А я в общем У меня не интеллектуальный спад Я просто сижу Слушаю Что у меня там в животе Она там рассказывает Там Про что-то важное Там В итальянской литературе А я в это время слушаю Что у меня там в животе происходит Что у меня там переворачивается Или перс на губ Ей кажется Что я какая-то глупая У меня просто Я сосредоточена Она сосредоточена На созидании Там диссертации А я сосредоточена На созидании Новой жизни Вот и все Как бы Почему Ее труд надо уважать А мою непраздность Как бы Надо считать Какой-то тупостью Я не понимаю Вот мы начали с поля И дошли До чего До очень важных вещей О том Про то Что встает женщина Ночью И раздает пищу В доме своем Я встаю ночью У меня очень Морская свинка Ночью кричит А я ночью не встаю Я раздаю пищу Потому что Иначе Мне нужно никому спать Отец Александр Встает ночью Нет Да нет А Простите Куда мы должны Ночью вставать Я не знаю Чтобы до зари Поставить хлеб Закваску Ну ладно А ну все Ты ставишь хлеб Закваски да Нет я не ставлю Он сутки Должен там стоять У нас вообще Большей частью Готовит муж Он так это любит У него так виртуозно Получается А я сижу Просто и восхищаюсь Моя задача восхищаться Но это извините У меня привилегия Потому что у меня муж Не священник А священники Себе не убежат Но видишь к чему мы пришли К тому что сейчас Жизнь устроена Совершенно по другому Искушения Они перекочевали В другое В другую сферу Да Нам не надо покупать Поле Будить служанок Ставить закваску Да Вот Нам надо вот для начала Как бы организовать Свою жизнь так Чтобы целую там ночь Не сидеть в интернете Ну лично у меня например А с утра Чтобы не быть В плохом настроении Потому что я не могу Выспаться То есть мне надо встать В 5.30 И начать шебуршить Вот Поэтому мне нужно Устраивать режим Дня для себя Для своих детей И мне кажется Что сейчас Именно доминанта Порядка То есть упорядоченности Жизни Потому что есть Можно в любое время Да Спать можно в любое время Вот Готовить можно Там на захочется И собственно вот я Кстати сказать Про пост Тоже Был вопрос Кто там Как поститься Я помню Что я беременная И пожаловалась Одному батюшке Знакомому Что Я говорю Ты знаешь Я беременная подряд Много-много лет Лекармлю Я вообще не знаю Что такое пост У меня без конца Какие-то послабления Что все время ем Вот Он говорит А ты знаешь Тебе собственно И не надо Ты ешь то Что тебе назначил врач И сделай себе распорядок И это Прекрасный был совет Потому что Мы же так вот живем Скажем чашки кофе Чашки чая Там плюшка Булка Там что-то еще Тоже Вот так вот Да То есть у нас В принципе Жизнь она перешла Просто в другое Какое-то русло И соответственно Ну во что Конвертировалось Это поле Да Можно подумать Да То есть То что мы Несем на себе Бремя Да Контрольно От нашей семьей А наш муж Спокойно выполняет Свои соседнические Обязанности Вот и все И тайм-менеджмент На всю семью Да В общем Да Ульяна Потому что Она покупала поле Она никого не возила На секции Музыкальная школа Вот да Вот это вложение Прям Да Не ходила на родительское собрание Я уже не хожу Это дети Батюшки Сделали Да Я не хожу Уже А как еще выйдешь в свет А я люблю на родительское собрание Потому что Может быть У тебя дети послушают Да А ну кстати да Я полюбила Когда Сережа закончил школу Да А Сережа Это видно Какое-то такое Общее больное место Сережа В хорошем смысле Да Видимо Харизма была у Сережи Есть некий Сережа Она добывает шерсть и лен И с охотой работает своими руками Она как купеческие корабли Издалека добывает хлеб свой Рукоделие Заказывает издалека На На Вайлберрис Да Вайлберрис Азот Ну и Вашан поехать Тоже Да Разумеется Нет Про рукоделие Вот мне интереснее Скорее Есть ли на это Опять же Ну Время Есть ли на это Желание Вообще Какое-то Знаешь Мы очень любили вязать Вот мы жили с матушкой Ирой С семьей отца Сергия Синицына Прямо дверь в дверь И мы очень любили вязать И когда у нас было по-моему У меня четверо У нее трое детей На теплом стане Открыли секонд-хенд Где продавали шерсть Очень дешево И мы вязали свитера И скитались вокруг нас Наши мужья И проклинали все на свете Потому что Как бы Ну потому что мы не могли Справиться с собой Нам надо было вязать Была очень красивая шерсть Она продавалась очень дешево Получалось очень красиво А при этом жизнь Ну когда у тебя Допустим много детей Да То есть Стоит просто Немножечко отвернуться Просто посмотреть в окно Дольше там Одной секунды Уже что-то случается А если сесть И что-то долго делать руками Это во-первых Как бы тут же начинается Апокалипсис вокруг А во-вторых Появляется Ну соответственно В зависимости от того Сколько человек в семье Да Вот столько недовольных тем Что ты смотришь на спицы А не на них Вот Да Ну вот если по клавишам Компьютеры стучать Это рукоделие Ну руками же Да Действительно Значит в том числе Но даже если на это Не остается времени В течение суток То кухня Это рукоделие Всегда доступная Вот А так наверное Рукоделие Это роскошь Последний раз Полноценно вышивала Вот прям Роскошь Когда лежала на сохранении Очень точно Роскошь Лежала на сохранении В роддоме Три месяца С Антошкой Это было 15 лет назад Вышивки класса Слушайте Ну хорошо Расширим А профессия Ведь у вас У всех шикарные профессии И вы работаете Ульяна Кого вы переводите Напомните мне пожалуйста Кого-то из средневековых Французских авторов Я помню Из средневековых нет Отца Яна Мейндорфа Переводила несколько статей Считаю что это Самое значительное Из всего что С русского С Нет Это было с французского И с английского Соответственно на русский На русский В этом году Лосского Догматическое богословие Там несколько глав Не вошедших В предыдущее издание Но это же счастье Почему здесь нормально Тут гордиться нечем Это просто счастье Что она на меня свалилась Это работа Чудо Вот она рукоделие Да Нет Ну конечно Пресловутые подделки В школу детям Этого никто не отменил А вы знаете Что есть сайт Где их можно заказать Не хочу Мне по самооценке Сильно ударят На заказ Человечки Желудей Подделки Сами руками Все привозят к двери Моментально Да Конечно Ого Никаких ежей шишек Делать не надо До трех часов ночи Все можно купить Она делает покрывало И продает Опять И поясы доставляет Купцам финикийским Ну опять же К слову о профессии Вы кстати о своей профессии Еще не рассказали нам Ну я зарабатываю тем Что я преподаю Русский язык, литературу И испанский язык Сейчас у меня много работы В онлайне Конечно В какое-то присутствие Я ходить не могу Физически Но я работаю Да Мне очень нравится Мне нравится работать Для того Чтобы Я знаете Как Барбар Страйсон Себя веду Или как Мэрил Стрип Да Она вот Мэрил Стрип Говорила Я глажу Для того Чтобы не терять связи С жизнью Потому что Когда Тебе приносят деньги Муж Ты не понимаешь Чему они соответствуют Да У тебя появляются Какие-то желания Ты не понимаешь Почему он Расстраивается Что ты их тратишь И так далее А когда ты знаешь Что твой час Русского языка Там стоит столько-то То ты уже Вот этим меряешь Соответственно Все Ну как бы Такой свой Собственный Инвалютный рубль Да Ты уже Внутри этой жизни Да Ты уже Более практичный человек И так же Когда возникают У детей Какие-то Какие-то желания Что для того Чтобы мне купить Себе вот это Мне нужно работать Столько-то Да И они такие Немножечко Это все Можно приостановить Да Но работа В удовольствии Или ради денег В основном Ну если я Педагог Как я могу Работать Не в удовольствии Там все умрут Сразу Отличный ответ Отличный ответ Так Варь Хоровой дирижер Да Да Я помню Как ты рассказывала Что Родив По-моему Седьмого Через полгода Ты вышла На работу И Отец Александра Отпустил И был За Просто потому Что Дома Иначе Ну просто Взорвалось бы Что-то Дело в том Что все же Профессия Творческая И Если Ну кто-то Может То есть Эмоции Выходят Через Руки То есть Музыкант Это профессия Которая Выходит через Что-то Потом То есть Твои эмоции Выходят Там Кто-то играет На пианино Вот рояль Ты слушаешь Звуки Которые он Воспроизводит Соответственно Твои эмоции Выходят И работа Внутренняя Она выходит Через хор То есть Мы слышим То что Как хор поет И Когда Эти эмоции Никуда не уходят Вот Куда надо Они Остаются Внутри Ну Помимо того Что у меня Постоянно звучит Голая музыка И Всегда Я что-то Останавливаюсь Дети уже знают Понятно Но Это Помимо меня Происходит Но Конечно Правда Важно Вот Не только я Я знаю Многих Моих Знакомых Которые мы учили Которые дирижеры И женщины Они не могут Долго сидеть Это сложно И Для спокойствия Мира в семье Нужно Чтобы вам Работало Ну вот Чуть-чуть Но Вот это Вот Эмоциональный фон Он Возвращается Но Это не объяснишь Это творческая Профессия Понимаете Да Вот Когда Мы знаем Что Если не давали Какому-то артисту Выступить Или Поэту Прочитать свои стихи Но им плохо было Почему Потому что Вот эта внутренняя Сила Которая в тебе Есть Она выходит Вот так И она должна Реализовываться Вот так Не знаю Насколько показательно Что мы все трое Работающие матушки Потому что Есть Много примеров Когда матушка Не ходит на работу Она дома И она чувствует себя Реализованной вполне Да Очень много таких Детки Порядок Зато все Аккуратно Суп Там То есть Кстати Да Ну это значит Это ее стихия И она в этом реализуется И ей Вот это ее полнота Это очень хорошо Это классно Конечно Ну просто Мы не должны чувствовать себя виноваты Это не ко мне вопрос Я как раз сама хотела у вас спросить А как же типа Что вот там Семья на первом месте Долг перед мужем И вот это вот все А кто это сказал Не знаю Ну есть такое мнение Из Сирии Так Мне кажется Что совсем в корне неправильно Ну Есть муж Есть жена Это мужчина и женщина Вот они есть У них союз У них рождаются дети Эти дети скоро вырастут Если мама будет психически нестабильной К тому моменту Как она вырастет И уже папа Что им делать потом Они вырастают И зацикливаться Если Нет То есть это тот случай Когда мама хочет работать Да У нее есть какой-то потенциал Она хотела бы И как-то может себя реализовывать В этой жизни С таким количеством детей Это правда сложно Ну правда сложно С таким С большим количеством детей Сложно работать Сложно себя реализовывать Мой муж не может Например работать Когда вокруг шума Это возвращаясь к тишине Я вот слушаю Да Вот мне это вообще не мешает Я Он мне говорит Как ты заканчиваешь Я говорю Слушай Тебе нужна тишина Чтобы там что-то писать Ну вот я закончила Живучесть Закончила вуз С пятью детьми Ну вот Ну вот как Тебе не мешает Я говорю Да Мне не мешает Когда у меня на спине Кто-то сидит Я могу писать Я могу читать Я могу слушать Мне это не мешает Потому что это наша жизнь Она проходит параллельно И мужчине надо успокоиться Тишина Разложиться Тишина Какая-то должна И тогда вот приходит Какое-то вдохновение Тут так не получится Если ты готов Вот к этой жизни И никогда не будет Тихо Иначе можно Откладывать бесконечно Иначе можно Бесконечно откладывать Меня вот отец Сергий Синицын тоже научил Он с большой семьи Сам Мы получается Батюшка У него только Младший брат У меня только Младшая сестра И с нами жили бабушки И дома все сияло И от нас это Не требовало Никаких усилий Поэтому когда мы сошлись Нам было тяжеловато В общем, валили это все Друг на друга Были дети И когда их было шесть Они все были дошкольники У нас такой был дом Неопрятный Какой-то бесконечный узел С каких-то одеял Там колготы Все неубранное такое И я помню Я зашла к отцу Сергию И у них тоже беспорядок И я говорю Батюшка А вот мы не убираем И он мне сказал Нет, ты что Не трогай Это наша вселенная Представь Разошел взрыв Большой взрыв Это все разлетелось И в общем Как-то он меня вот так вот Ну как бы заколдовал Что В общем От меня это требовали Может быть Это тоже какие-то тюки Там мамины Там бабушкины Что-то нужно Что-то порядок Или там свекровь Которая там Боже И ты его рубашки мятый Боже Ой, какой позор А тут это как бы Все было отпущено И мне так это понравилось Это так меня заземлило И мне так понравилось В этом находиться И уже когда ты Расслабился Ты Вот это и есть Собственный источник Внутренних сил Что вот она твоя вселенная Ты здесь хозяин И так далее И в принципе Я бы на работу не выходила Если бы действительно Они не вырастали Они просто меньше нуждаются во мне Да И я понимаю Что вот Наши отношения С отцом Михаилом Их нужно все время Перестраивать Потому что все меняется Наша внешность Наш возраст Наши отношения К жизни Наши вкусы И нам все время Надо конструировать Свои отношения Заново Вот так вот А как это? Вот что значит Перестраивать отношения С мужем? Ну это значит Ну вот именно Как бы Здравствуйте Меня зовут Светлана Очень приятно Заново друг друга открывать Да Да То есть Допущение того Что ты поменялся То есть А у нас уже прям Так это вот Я ему прихожу Говорю все Теперь другой человек Садись Слушай там Сейчас я тебе расскажу Что случилось То есть То что не будет Вообще В принципе Я поняла Что главное Ничего не планировать И вот Когда вот рождаются дети Тебе Знаете Он будет есть Каждые три часа Не будет И только ты привыкнешь К тому Что каждые пятнадцать Станет каждые двадцать Привыкнешь Что спит ночью Начнется под днем Вот дети Они как раз Очень в этом плане Дают такую мудрость Житейскую И ты перестаешь Пытаться Устроить у себя Образцовый порядок Да Все идеально Да Это невозможно Просто Или ты с ума сойдешь Да Подстраиваешься Под эту жизнь Да Просто делаешь Безопасный дом Для всех Включая батюшку Чтобы он тоже Знаешь Как в этот Чехов Тарасказ Помнишь Что Все хорошо Там еду на дачу А в конце Почему-то Слушают Как комарики пищат Потом там Он пытается лечь спать И они оперу поют Помнишь Тарасказ А в конце Почему-то Вскакиваю Бегаю с ножом И короче Погублю Погублю Не понимаю Почему Вот Чтобы этот момент Ни у кого Семьи не наступал Да Вот как раз Мы организуем То есть моя Как бы женская функция Да Вот так вот Организовывать дом Чтобы он был безопасным Невзирая на то Да На наше материнство В особо крупных размерах Просто сначала Когда происходит Ну встреча мужчин и женщин Да Сначала Идет какой-то Перивод влюбленности Да Все друг друга без ума И все такие Немножечко подлетывают Но это может долго продолжаться И почему Опытные духовники Не советуют Жениться Дольше одного Вот Если ты не встречался Дольше одного года Конечно Здесь исключение Но все же Потому что постепенно Это все Так Сходит И реально Нажаются Два человека Которые со своими Они разные Они могут друг друга Как-то любить Видеть прекрасно Но они разные Потом еще Когда они поженятся Они поймут Что они еще Как-то могут Друг друга раздражать И Когда вот этот момент Наступает Еще не та любовь Когда ты Уже на это Не обращаешь никакого внимания Те просто хорошо с человеком И все равно В общем-то Что он там делает Ну Допустим То есть То, что тебя раздражало Десять лет назад Не раздражает сейчас Но если ты готов Да Вот этот вот момент Не возможность бегства Ты готов Дальше Ну и что Ну ладно Ну как-то так То потом Через это Перерождаясь Выходят действительно Другие люди Она делает себе ковры Опять Вессон и пурпур Одежда ее Ждала я прям Когда мы доберемся До этой карточки Можно ли Уделять внимание себе Тратить на себя Деньги Тратить на себя Время Разрешать себе Салон красоты Если ты Матушка Мне пришлось этому Учиться Да Учиться Я тоже хотела сказать Что этому Учиться пришлось Я думала Что наоборот Я не Не в праве Потому что Вот Боже упаси А потом Пришло понимание Что мужу это нужно Да 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 Тоже Муж Да Ну ты же женщина И мне кажется Что именно Вот христианка Должна Вот она Вот это вот Тоже Мне кажется Очень мало Об этом говорят Нет у нас Что женщина Должна быть женщиной Вот она Хоть православная Христианка Но должна быть женщиной А женщина должна быть Не только Там порядок наводить В доме И суп готовить И там второе И компот Она должна еще Аккуратно Хорошо выглядеть Это важно Потому что Все же это образ Подобия Божия Не только мужчина Но и женщина Если она Вся растрепанная Ну постоянная И в какое-то Совершенно Психически Неустойчивое Состояние И дети Понимаете На это смотрят Еще и дети У нас дочки растут Самое забавное Что на состояние мамы Смотрят очень сильно Мальчики И они прям Четко замечают О, мама Ты была в парикмахерской Ну то есть Они Они считывают Если Мне кажется Совсем Нездорово Когда мама Вот дома Ходит В чем попало И В какой-то момент Она Ну как-то Себя не Ну не держит Ты красишься В обычной жизни Нет, конечно Я не успеваю Нет, дело в том Что я может быть И хотела Как-то Ну Тут еще как-то Воспитан Да Вот У меня мама Просто не красилась Никогда Чтобы я себе не покупала Какие там Не знаю Блески для губ Это потом находится В каких-то Или шкаф Этим измазан Я уже бросила Пока У меня есть там Загашник один Но В машине Я заперла его в машине Чтобы вот просто Да, да, да Вот, да В машине Есть в машине Там все лежит У меня тоже Я сейчас Да, у меня тоже Косметичка в машине Если там что нужно То вот Еду в машине И последний раз Я побывала дома Там какая-то пудрница Она вся была Вытряхнута В собачью миску Там все Не-не-не-не Все, я сложила Я купила специально Спасибо за подсказочку Да И очень хорошо Туда в принципе Никто То есть все под контролем Ведь они садятся В машину с тобой Поэтому никто До этого не долезает Кому не нужно Я просто не знаю Сейчас посмотрят О, да Детям 18 плюс Надо ограничения поставить Да Ну, цвет волос У матушки Светланы Всегда Настолько Феерический Веселый Да Я прям Я любуюсь Я любуюсь Это для себя Для детей Для мужа Это для того Чтобы Перестали смотреть На улице На моего особенного ребенка Потому что Ну, в какой-то момент Это меня просто достало А потом мне это понравилось Потому что Когда я выгляжу Как клоун Хотя бы Некоторые Там 50% Взглядов на меня Хотя бы Мимо Семена Потому что Это очень тяжелый момент Семен остается Да Да Я читаю Когда вы об этом пишете Это, конечно Я не знаю Мы перестроимся Когда-нибудь или нет Мы поймем Что есть Бывают особые дети Ну, видишь Очень много всего Меняется Да Главное, что Появляются такие места Как вот Давыдова Да Где совместное проживание С особыми людьми Да Где мы были летом И ты понимаешь Что свет в конце тоннеля Есть И Барселона У нас уже есть Малая Да Там вот Уже Все это улучшается Но в принципе В принципе же Уже очень много Перемен Уже эти дети С нами Да Уже мы сами В общем Не паримся Не гнобим себя Да Мы бываем В общественных местах Ну а то, что там Случаются Какие-то казусы Иногда бывает Что действительно Вот это бывает Последние капли Вот когда до тебя Докопаются Еще из твоего Особенного ребенка Уже вот тогда Вот погублю кого-нибудь Бегаю с ножом Да Этого не будет Конечно Никогда Чтобы зрители Не восприняли это всерьез Естественно Просто это очень Очень больно Это очень больно Когда у тебя Особенный ребенок Ему все время Предъявляют Требования Чтобы он Соответствовал Какому-то Общественному Представлению О нормальности Это невозможно Нет-нет-нет Ты не понимаешь Это ведь Есть такое заболевание Некоторые боятся пауков Некоторые куриц А некоторые боятся Больных людей Это называется Параплигофобия Это один из видов страхов Да Просто Как бы Социальное устройство Предшествующих лет Оно способствовало Тому Что эти фобии Разрастались А То есть Что он типа Заразный Иррациональный страх Скажем так Потому что Какой ребенок Не опасен Бред просто Вот А Сема Вот как это все Пережим Но мы этого не знаем Нет Но Сема-то Он счастлив И он Как бы Вообще все равно В капсуле любви Вот Родительской И семейной Нет Он такой вообще От этого мира Такой Его это не волнует Дорогие мои Кто нас сейчас смотрит Если вы видите Ребенка с особенностями Ментального развития Не думайте Что он заразный Он прекрасный Он обычный Он чувствует все Он все видит Ему можно сделать Очень больно Что такое иррациональ Тебе любой человек Который тебя смотрит Те же самые слова скажет Но когда Он увидит Особенного ребенка В нем сработает что-то Что там было Например Когда его За руку оттаскивал Там бабушка Не надо Что-то произошло Такое И это вот Закрепилось Как на уровне Патерна Скажем так Это уже Надо глубоко копать Чтобы узнать Откуда Но это бывает Да С этим мы сталкиваемся Это очень долго Рассматривать Или что-то такое Светильник Не гаснет И ночью Опять Опять Про ночь Смартфон Да Про ночь Про ночь Все Мой светильник Не гаснет Да Пока меня По башке Не треснет Протягивает Руки Своя К прялке И персты Ее Берутся За веретеном Работа по ночам Это не работа По ночам Это знаешь Такая история Мне кажется Она очень распространенная Когда Кончился день Все дети Легли спать И ты думаешь А где в этом дне Собственно Была я Понимаешь Чип и Дейл Там спешил На помощь И открывается Второе дыхание Боже Все спят Я одна И это Такой Прилив Энергии Что ты Начинаешь Писать Стать Я не буду Что-нибудь Делать А там Уж раз И Три часа Ночи И уже Ты думаешь И вообще Ложиться Не ложиться Ничего Я так уже Не могу Вообще Я только спать Но я потом Когда отвозила Дуню Я потом В машине спала Ну это Высший пилотаж Дуня Седьмая Дочка Седьмой ребенок Третий разряд По фигурному катанию Ну сейчас Нас уже выгоняют Извините Вы достигли Третьего разряда По фигурному катанию Ну да Я считаю Что это Восемь детей Двое особых Да И у меня Вот ребенок Настоящий спортсмен Фигуристка Но это просто Аплодисменты Я Восхищаюсь Я не понимаю Как это можно так И спать в машине Пока ребенок занимается Да Очень комфортно Хорошая подушка На шею Молитвенное Правило Я Под молитвой Я же такая Матушка Под молитвой Вообще Усыпляет Я точно знаю Это эффект Давно открытый Да Детей Ну вообще Усыпляют Есть еще священники Которые говорят Проповеди с паузами Вот Олег Стеняев Прям И Антошка Когда не может заснуть Я говорю Читай 50-й псалом Очень Помогай Помогай Да А я еще знаю Какое прием А кто Вот вечером Никто не хочет А кто хочет Помыть посуду Или все пойдут спать Все как Как ветром сдуло Отлично Ульяна По ночам работаете Бывает? Да В основном По ночам и бывает Это время для себя Это Да Это очень нужно Без этого никак Конечно Надо себя перестраивать Дисциплинировать Переставать ложиться Так поздно Либо уже дожить Спокойно До летних каникул И тогда Можно будет Рано не вставать И ночью Сласть сидеть Вообще Все отлично А у меня ночью Хур спит И я сплю У меня нечего Работать Ночью На правильное питание Возможно вообще Перестроиться Или не стоит Начинать Ну мне знаешь Мне всегда Мне надо худеть И меня все К этому подбивают И дети всегда Так рады Когда ты меня занимаешься Они мне готовят Порции считают Мясо обезжиривают Мясо обезжиривают Обезжиривают Ух ты Так это же здорово Можно сидеть И восседать В ожидании Это вообще Очень приятный момент Когда тебя Никто не может Побеспокоить Потому что Тебя врач назначил У тебя сейчас Прием пищи Законное время На себя Да 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 Так Кто сейчас Ульян Уста свои Открывает С мудростью И кроткое Наставление На языке Ее Получается Никогда Ой Это да Никогда Да ладно Да Мы тут С Любой Обсуждали книжку Со старшей дочкой Пять языков любви Спасибо отцу Александру Гаврилову И подкасту Что будем делать И что сказала Люба Ну говорит У кого пять У меня Говорит один И он змеиный Да Я помню У меня было два ребенка И мама мне сказала На даче Знаешь Ты что-то очень устала Иди поспи Полежи Я говорю Что я устала Вроде ничего Ты начинаешь Повышать голос На детей Я теперь вспоминаю Вот это Вот это прям Это очень смешно Поется в одной песне Это очень смешно Потому что конечно Когда это Когда их много И ты Ну Просто иногда Не докричишься Но С мудростью Это все конечно Мне кажется Это идеалы Вот то что Вот мы читаем Это такие Ну такие идеалы То есть к чему Мы должны стремиться Я когда была беременная Седьмой дочкой У меня Токсикоз Сказался так У меня вообще пропал Болос Вообще его не было Без звука И у меня было Шесть детей Я могла только Вбежать И разбираться Только руками Ногами Такая история Я не писала Даже Я покупала книги Разных психологов И не успевала их читать Да И у меня есть сын Мой номер пять Которых все прочел И как бы Когда дома Вот это Происходит Это Я слышу Вот этот комментарий Знаете Как voice of Такой Он как бы Объяснил По манипуляции Вот Ну да Бывает Они иногда И вот Мне как-то Позвонила Учительница По-русскому Рассказал мне Как он Значит Негодник И я Выключаю телефон И наливаю Глаза крови Иду на него И он так Отбегает От меня Спасите меня Мама хочет Нанести мне Психологическую Траву Если есть Юмор Во всем этом Если старшие дети Понятно Младшие боятся Ну Когда мама Взревает У меня старший У меня есть мальчик Который Он реагирует на все Когда ему что-то говоришь Или ругаешь Он реагирует просто Просто вот так смотрит Он замирает и смотрит При этом нельзя Практически не рассмеяться В ответ Что-то очень смешно То есть он вообще Практически не дышит Он просто Тебе раскрыв глаза У него очень большие глаза Сосало Он смотрит Не мигая Не дыша И это очень смешно Но Понятно Что таким образом Старшие Если старшие Могут как-то реагировать На это с юмором А вот это вот Уже Ну мы доросли до того Что они Что-то такое Начинают комментировать Или Я начинаю одного Ругать Сразу же Мне начинает Тут адвокатура Работать Вот это кошмар Когда Идти за тех Вот у этого Своя группа поддержки У этого Своя Когда Очень надо Применить Какие-то вещи Ну да Я прошу прощения Что я перепит Да-да-да Я спрашивала об этом У отца Валерия Сейчас он уже Игумен Схейгумен Варнава Мирская профессия Он психиатр Вот так вот И он сказал Что в принципе Самое главное Это если Да Никого не надо бить Не обижать Не унижать Но где-то Должны быть границы Да, границы Где это кончается Вольница Да Есть же какие-то Вещи недопустимые И надо продумать Да Как избежать Да Подхода к этим Границам То есть Как-то прокачивать Как-то развивать Свою собственную Пропаганду Да Потому что есть вещи Недопустимые Которые нельзя Чтобы делал никто Да Давайте определим Их круг И вот тут уже Все Как на войне Да И все средства Будут хороши Только бы вот Не это вот И не вот это И не вот это Причем это не предрассудки Они будут все равно Прощупывать Каждый день Будут прощупывать Границы на месте Или можно еще так Чуть-чуть подальше Мудрость Можно нарастить Женскую мудрость Конечно Можно Как Прокачать Как это делается Прокачай мудрость Где те тренажеры На которых Можно эту мудрость Слышите Сама жизнь Магодетной семье Это понятно А если не Магодетная И с мужем Которого Постоянно Практически Нет дома Вот если Я думаю Сейчас Когда услышат Он скажет Мне нет дома Ну правда Его нет дома Это нормально Он работает И опять же Тут немножечко Другая работа Она же не до 6 вечера Она как бы И немножечко Все же Иметь свои Какие-то Особые стороны Она сама Учит Если ты готов В этом дальше Как бы существовать Ты либо Ну ты либо сбежишь Либо ты становишься Спокойнее И ну может быть Чуточку мудрее Вот я не знаю Когда можно Приобрести мудрость Может Но у детей точно В большой семье Точно больше мудрости Да-да-да Даже в школе говорят О! Сразу видно Ребенок из многодетной семьи Мне так говорят Да-да-да Да-да И когда например Толпа детей бежит У меня стоит Маленькая Рит Которая четвертая Сейчас у нее игрушку отнимут Я говорю Смотрите Не отнимут Она сразу Она видит толпа детей Ногами в землю Руками в игрушку Его пробежали Никто не отнял А Ваня у нас Вот я Такую историю Всегда рассказываю У них Завуч была Она пришла Из обычной школы В Православную И Благоговела И поэтому Все время была На грани Нервного срыва То есть она Очень нервничала Что идет детская литургия А дети бегают Разговаривают И вот она Как-то их Сгнала в угол Она значит Вот и такие Там нехорошо И дети потихонечку Так отползали Отползали И остался только Мой Ваня Он стоял ее Слушал Слушал И у нее Информация Кончилась Он очень был маленький Очень такой Светловолосенький Ну все Она так Да Иди с Богом Это защита Психологическая защита От У меня один ребенок Все время говорит Мам успокойся Я даже ничего не начинаю Кто Он говорит Мам успокойся Почему ты меня все время успокаиваешь Я еще даже не спросила Что я хочу А ты мне У него наготовь фраз Мам успокойся Ой Так Машка Я тянул Я сейчас Да Вань Да Мой старший ребенок Будет в счастье От этого ответа А мы его вырежем Крепости красота Одежда ее И весело смотрит Она на будущее Ну это мне кажется Единственный Возможный вариант Существования Весело смотреть На будущее Если ты весело Смотришь на будущее А впереди нас ждет Царство небесное Если все получится Чем дальше Тем лучше Думаешь Нет Я как бы знаю Чем дальше Тем лучше Сначала вообще Как дурачок Бегаешь Ничего не понимаешь А потом Какие-то вещи уже Становятся Отпадают Сами собой И Понимаешь Что это вообще не нужно Вот как раз По поводу того Как происходит Духовная жизнь Внутри семьи Например Да Ведь она тяжело Очень происходит Потому что Все вообще В основном Лежит на жене Ну то есть Как сказать Видимым образом Да Нам кажется Что Все походы в храм Да С детьми Это особое Такое Это особое Удовольствие Такое Привезти детей Распределить Иногда я Муж говорю Говорит Ну Ты почему Все детей-то не взяла В храм Я говорю Да Я тебе давай Троих подкину В алтарь Они просто постоят Ну если не мешают Мальчики Почему все Ко мне на клиры Забуряются И я Успевая Вместо Прокима Три раза Он возглашается Раз Я ей Платок на голову Держу голову Второй раз У меня там хор спел Я ей завязываю Этот платок Третий И однажды Он это увидел Сказал Вот сегодня Я видел это в действии Когда-то Туда Сюда Туда Сюда Ну вот Но Это на самом деле Очень сложный вопрос Как все это организовать И Насколько должна быть Нагрузка У детей Священника И вообще Как это все Мне кажется Что мы сами Не можем до конца Понять это И не поймем Только опытным путем Потому что мы То поколение Вот я Которые Родители которых Только выцерковились И мы пришли в храм Когда Пришли в церковь Пришли ко Христу Когда мы были уже В возрасте подростковым И мы уже этим загорелись И Как бы пошли А дети-то Они Внутри Все время этого находятся Не то, что даже внутри А ракурс поменялся То есть Когда мы пришли в церковь Мы были в андеграунде Да И там был отец Андрей Кураев И певец Константин Кинчев Это так Как бы Почему рок Так переплетался Потому что Это Да Вот так вот было Вот еще Бутусов еще там Да-да-да Это была такая вот То есть Это было Вот ты хочешь Повезло Да Особая жизнь Хочешь выразить Как-то свое я И ты попадаешь В андеграунд И это церковь А они-то Совсем другой стороны Это смотрят Да На это смотрят То есть Это как раз таки Наш мир Да Из которого Они захотят сбежать Просто для того Чтобы вырасти То есть Они должны через это пройти Это просто По-другому устроено сейчас И возвращаясь К теме оптимизма Ну как же тогда С оптимизмом Смотреть на будущее Если, к примеру Ребенок уходит из храма Ну вот и что тут Ну как Ну Уповать Мне кажется, что Во-первых То, что он получил В детстве До того момента Как он решил Попробовать себя В другом мире Как нашли Как нашли Да Нашли у него книжку Никак Никуда не денется Он был И это общение Со Христом Да Когда он причащался Оно Никуда не может деться Это опыт есть И мне кажется Я всегда уповая на то Что Потому что Есть такие примеры И Очень Много опасностей Подстригает Этих детей И много соблазнов Да Им Может быть Хочется чего-то попробовать Им достало Эти посты Просто реально Достали Потому что Они с рождения Ну понятно С рождения Но там Все равно Они в этом Они постятся Достаточно строгая жизнь А мир Вокруг Город Особенно Да Вот он предлагает Им массу Всего Шаурмы Да шаурмы Ну даже Ну ладно Да шаурма Кстати Это прям Пост начинается Шаурмы Да 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 Шаурма и точка Но Да дело не в шаурме Разве и в этом дело А много всего Чего им хочется И хочется попробовать Потому что Когда мы пришли в церковь Мы в общем-то Это пробовали Ну просто Что-то не нравилось Изначально Они этого не пробовали Потому что И в окружениях Нет Кто-то есть поспокойнее Посмирение И как-то К этому Ну идет в этом русле И вот нет таких Вот метаний Да Вот души А кому-то Особенно Я знаю Мальчикам Им хочется Вот прям Ну вот А что там А что вот Особенно после православной школы Да Когда они попадают в вуз Это просто Если правильно понимаю Здесь главное Дать ему возможность Самому сделать Открытие Вот эту встречу С Богом С Богом пережить Чтобы это было Не Безличной встречи Мы можем сколько угодно Говорить Читать проповеди Ставить ему акафист Я не знаю Что-нибудь Возить к старцам Или куда-то там еще Тут важна Прям вот Тот момент Когда человек Ну сам Встретится со Христом Никак иначе Он ничего Мы не можем ему Передать свой опыт Вот именно Такой опыт Который Собственно Личной какой-то Встречи Внутренней И Вот Пребывание в этом Да Мы можем рассказать О нем Но он его не почувствует Мне кажется Это просто Когда это происходит С подрослевшими детьми Для родителей Это Жизнь В пространстве Притчи о блудном сыне Да Иначе Это не пережить Никак И просто Невозможно Вообразить Какими путями Господь их потом Приводит К себе И этот страх За детей Оказывается Совместим С тем Чтобы С оптимизмом Смотреть В будущее Мы как-то В прямом эфире Разговаривали С Сергеем Доренко Покойным И он сказал Твои дети Не будут церкви Ты даешь им Хорошее образование Они будут Рационально мыслить Они будут Весь мир Будет им открыт Они знают У нас страны Языки Они просто Не захотят Там сидеть С вами Мне казалось Что это Фолк Какой-то В общем Вот Я помню Что мне это В душу запало Что мы даем Возможность К чему К тому Чтобы они были Свободны Это собственно Момент Такого расслоения То есть С одной стороны Какой-то закрыть Какой-то устроить Знаешь Детство Будды Чтобы они Они не смотрели К ченнической К ченнической семье Зачем Что-то 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 Ей Понадобилось И Ей Встретился Очень Хороший Преподаватель Я его так Люблю Люся Какая ты Красивая А он Преподает Биологию Ты Похожа На тропическое Растение И формы И желкование Какой молодец Да Молодец Прекрасно Но Такой вот момент И я Не Мне всегда казалось Что они у меня растут На каком-то Прям Такой Свободной Свободе Да И я Недооценила Вот этот момент Давления Искусственно Созданных Условий Стереотипов Таких Которые они Извне Вот ты должен Ты вот сейчас Должен Вот это А потом Вот это Ты же в такой Семье Растешь Да Как ты можешь Как ты можешь Да Вот Ребенок Закурил А что про папу Подумал Закурил В окно Заль На сцене Кстати Сережа Да ладно Просто Ребенок Или Вот это Очень больная Тема Когда Вроде Дети Священника И вдруг Какая-то Жизнь Идет Не замужняя Но она Есть Что делать Или Ребенок Родился Я знаю Очень Хороший Пример Когда Один Очень Хороший Митрополит Служил В одной Епархии И к нему Пришел Священник И говорит У меня такая ситуация У меня дочь Беременна Мужа Нет А мы Живем В селе И Ну Там Большое Село И Ну Это Просто Понимаете Что Он Сказал Как только Ребенок Родится Я буду Твоим Крестным И когда Ребенок Родился Он Сам Приехал Покрестил И Там Устроил Вообще Праздник И это Был Пример Что Все Как бы Извините Заткнулись Потому Что Все Случается И все Надо Помнить Всегда Что Все Люди И все Подвержены Влиянию И греха И Ну Это же Не значит Что Человек Становится Плохим Но Нашим Детям Иногда Кажется Хочется Этого Больше Чем Остальным Именно Потому Что Они Под Гнетом Хорошестей Хорошести Да Мне один Ребенок Тоже Говорит У нас Так Все Слащаво Так Все Правильно И Вот И У нас Слащаво Неправильно У нас Немножко По-другому Да Мы Такие Вообще Дреда Это не единственное Нет Не слащаво Не то слово Но он говорит Понимаете У нас Все Правильно У нас Там Он имел Ввиду Что ему Хочется Каких-то Там Гостей Чтобы Была Музыка Чтобы Все Там По полной Программе Выпивали Нет А бывает Так Что Есть и Гости И Музыка И Выпивают Но Это Все Равно Понимаешь Они Должны Пройти Момент Сепарации От семьи Наша С ними Связь Например То Что Там Есть Дети Которые По 3-4 Года Были Грудными Да Вот Я Без Перерыва 9,5 лет Кормила Детей Грудью Кстати Посчитала Вот И Один Из них Такой Самый Который Тяжелее Всего Уже Прогнали Только Методом Диалектического Анализа Проиллюстрировав Что Это ему Не нужно Уже Когда он Говорит Сережа Вот Опять же Вот Это Все Да Вот Это Вот Только Тогда Он Ушел Он Он Дрался Из-за Девочек И Прийти И Требовать Вот Так И Они В Очень Тесном Контакте Насытились Нашими Объятиями Нашим Обществом Несмотря На то Что Кажется Что Это Многодетная Семья И Мы Не Успевали Уделять Внимание Нет Нет Мы Как Мыслью Как Раз Что Вдруг Не Додали Чего То Да Или Он Съел Это Без Хлеба И Вот Как Много Да И Наступает Момент Когда Они Должны Перестать Вот Как Маленькие Дети Да Они Иногда Говорят О себе В третьем Лице Почему Потому Что Они Отождествляют Себя С матерью Да Они Миша Пошел Да Или Коля Хочет Есть Он Как Чувствует Себя Мной И От Этого Пляшет И В какой-то Момент Ему Да Надо Уйти На сторону Далечия Для Того Чтобы Просто Вернуться К себе Самому И Понять Что Ему Нужно Дай Бог Дай Бог Вы знаете Последняя Карточка Осталась Ульяна Прочту Сама Тогда Чтобы Не Тянуться Встают Дети И Ублажают Ее Это Финал Кстати Того Самого Фрагмента Видите Промыслительно Осталось Да Да Муж Хвалит Ее Много Было Жен Добродетельных Но Ты Превзошла Всех Их Да Бывает Такое Благодарность Слышите За Подвиги Свои Вот Сейчас Кстати Сказать Когда Началась Эта Спортивная Интрига С Дуней Когда Дуню Третьего Разряда Достигшую Ну Там Не Получилось Надо Значит Нам Уходить С Такого Крутого Места Где Там Всякие Чемпионы России Вот И уже Ввалена В это Куча Сил Там Сред Все Вот Я Приезжаю И я Чувствую Надо Пора Всплакнуть Ну Как-то Не часто Случается Надо Сказать Но Я Чувствую Что Надо И Прям С Подвыванием Потому Что Там Какой Ком Такой И Я Затеваюсь И Взял Массаж Хочешь Чая Зеленого Я Даже Подумала Боже Это Просто Я Просила Их Убраться Надо Было Просто Вот И Это Вот В такие Моменты Ну Пусть Их Не Будет В нашей Жизни Пусть Все Будет Хорошо Но Когда Они Случаются Да Ты Понимаешь Что Вот Она Твоя Семья Вот Как Сыновья Как Стрелы В колчане Вот Они Рядом Или Там Особенный Ребенок Как бы Мы Были Если Все Они Не Превратились В Фельдшеров И Работников МЧС И не Спасали Вместе Со Мною Я Не Представляю Когда Я В Давыдов Встречала Мам У Которых Особые Дети И Они С Ними Вдвоем Потому Что Муж Сбежал Я Вообще Когда Открываюсь Миру Когда Кто-то Приходит Что-то Рассказывает Про Какого-то Там Своего Мужа Или Когда Я Просто Вижу Эту Историю Вживую Я Потом Думаю Господи Я Своего В Чем Укорил Это Чем Я Была Недовольна Мне Так Страшно Становится Нет У Нас Наивно Пусть Они Были Восприняты Неправильно Но Вот Это Все Устремление К Богу Оно Все равно Все-таки Это Очищает Да Дети Там По-разному Себя Ведут У них Там Свои Всякие Заскоки Но Это Наши Дети И Между Нами Любовь А Остальное Все Как-то Срастется Сбудется Они Все Переживут Я Думаю Что Запоздалая Благодарность От Детей Всегда То есть Если Ты Находишь Силы Пережить Пока Они Выбрыкивают То Потом Она Будет Обязательна Мне кажется Наоборот Многодетный Вот Когда Он Один В Центре И Все Вокруг Как Раз Таких Уводят Хоровод Там Двое Как Знаешь Фильм Прекрасный Чарли Шоколадная Фабрика Помнишь Как Мальчик Этот Показан Мама Папа Ее Родители Его А когда Семья Большая То Они В большей Степени Мне кажется Благодарны Родителям А муж Священник У которого Ну я не знаю Просто Мне кажется Вообще Столько Забот В голове И при этом Если он Неблагодарный Он просто Устал Он отдохнет И И будет Как надо Тогда надо Создать условия Чтобы он Отдохнул А как Это сделать Вот если К примеру Он возвращается После службы В ночи После того Как ему Там 300 человек Исповедались И так Хочется ему Все рассказать С ним Поговорить Там Как-то Обсудить Все Что было В течение дня А он Никакой Ну То есть Это Наверное Классическая Такая Судачка Уже Когда Стаж Брака Больше 20 лет То Это Все Как бы Ты понимаешь Что Этого Человека Надо Направить Куда Где Спят И Потом Проверить Доставлен На Автопилоте Вот Да Нет Никаких Никаких Таких Проблем Нет Есть Такой Момент Когда Мы Выясняем Кто Из нас Большей Степени Супергерой Там Да Мы Разговариваем На повышенных Тонах Вот Но Собственно Опять же Любовь Между нами И Как-то Вот Все Меняется Мы Стареем А Любовь Господь Преумножает Удивительным Образом Важны Не такие Вот Какие-то Слова А Общий Ну Вот Ты живешь В этом Да И Какое-то Внимание Или Внимание К друг Другу Очень Важно Подмечание Того Что Этот Любит Этот Ну это в этом Любовь Потому что Это мелочь Ты можешь Хрякнуть Любую В деталях Отношения В деталях Вот Мне например Не нужно Что мне говорили Я прям Не люблю Это политика Знаешь Предвыборная Ты такая Хорошая жена Что-то ему нужно Да Вот Ничего-то нужно Это какая-то Прям Нарочитость Какая-то Какая-то Хоро Вот это Мне Нет А вот То что Я Я К вещам Честно По-другому Немоченько Отношусь Чем Мой супруг Вот Но он любит Чтобы была такая чашка Чтобы он утром Пил из такой чашки Ну и хорошо Вот ему приятно Он любит кашу Вот такую Вот мерзкую Соленую По моему мнению Ну хорошо Ну пускай он ее ест То есть И да Он любит подушку Вот какую-то такую А мне все равно Например Ну Вот ему Это как-то делаешь Это внимание Это детали И Тут Я думаю Вот я умру Никто ему эту чашку Не поставит И вот он Вспомнит Что Нечего было Мне ничего Тут по этому поводу Говорить Потому что Вот сколько всего Пропадет Ну это смешно Конечно Но Вот Вот благодарность И благодарность Выражается в том Что когда ты устала Или там Я пришла И там Совсем уставшая Или плачу У меня правда Тяжело Очень проходят Все такие Беременности Очень тяжело И дети там А дети тебе ванну Приготовили со свечками Ну вот Это Но они не говорят Благодарю тебя, мама За то, что ты носишь Нашего очередного Спасибо тебе Брата или сестру Мы очень рады Но они видят Что маме плохо И они Или ты спишь А просыпаешься А ты там Уснул совершенно Вообще никакой А просыпаешься У тебя ноги пледом закрыты Я знаю Кто это делает Но Это забота И вот в этом В этих деталях Правильно как сказали Что между Взаимодействие Между всеми Всеми Она вот в этом Любовь И мудрость И вот Благодарность Проявляется Слушайте Спасибо вам огромное Такое На самом деле Я вот Я например Отцелу Скажу Что я очень Благодарна своему мужу Очень И у меня Ну на его Как бы счету Такие благородные поступки Вот то Как он например Вел себя Когда у нас Беда случилась С ребенком То есть он Просто Ну вот это Скала Человек У меня Там Астерик Ну да все Мы все устроим Купим специальную кровать Ну мы кого-нибудь Наймем Не то что там Какая-то Знаете Вот мне Она стала Уделять меньше внимания Что-то вот Решила ее бросить Нет что вы Это настолько Контрастно К тому что происходит Я не верила Мне казалось Что вообще Может ли такое Быть на свете Что человек Вот настолько Это все принимает Настолько он активно Собрал детей Давайте то Дайте помогать Дайте молиться Вот люди в миру У них есть время Друг на друга Они не живут Друг с другом Представляете сколько разводов Да Так это нафиг оно Это все дружно Это какая-то Установка времени Время друг на друга А тут представь себе У нас 8 детей А мы все равно Общаемся И все равно Между нами любовь Это же чудо Вот эти там Моменты Когда там Мы там Целуем нашу общую собаку Никто нам не мешать Вот что-то такое Это чудо Ты это ценишь Ты этим горишь Это вот как сейчас Меня накрасили Так весело Я 40 селфи сделала Да Тоже Жизнь Которая Да Как вот мой духовник Говорил Что счастье Оно нудится Царство небесное Силой берется Счастье Оно трудное Оно легкое Только у наркоманов То есть если ты Как бы работаешь Несешь этот крест Счастье будет Никуда не денешься От него Благодарю Прямо за разговор Вдохновляющий Ну правда Вдохновляющий И К зрителям обращаясь Напоминаю Что можно подписаться На канал Фома И тогда вы будете Первыми узнавать Обо всех наших обновлениях И новых подкастах Кнопка подписаться Внизу Там еще можно нажать На колокольчик Тогда вы точно будете Уведомления получать О новых видео И Конечно Делитесь в комментариях Как вам наш разговор И что думаете На все эти темы Которые мы сегодня Затрагивали Вот можно В заключение Еще сказать Мы не говорили Про секс Да А давайте Отдельно Сдемемся И на эту тему Поговорим Это важно Да Нет Ну а вот мне говорят Важно У меня кстати Сказать был дикий Совершенный разговор Что нельзя Говорить с ребенком Про секс Потому что Это блуд И всякая нечистота А ребенок Мне задал вопрос Такой узкий Это вообще Это было На самом деле Все началось в храме Как все Все хорошее Начинается в храме Значит Девочка Она ходила Подошла к своей бабушке К бабушке Бестрастное лицо Хирурга Бабушка Ты беременная Она Нет Значит Ты откладываешь яйца И там Идет Ты беременна Значит Ты откладываешь яйца У нее там Какая-то Своя была фазочка Это там Книжка Про динозавров И тоже Завязался разговор И я довольно Прямо там Отвечаю на вопросы И мне делают Замечание Что это делать нельзя Я говорю А почему Наши отношения Наши супружеские отношения Являются Был дома Какой-то начистотой Что значит До какой степени Я их должна скрывать Рассказывать про капусту Просто дикость Не знаю Вырастешь Что-то знаешь Ну вот кстати говоря Сколько они могут В интернете посмотришь Да Вырастешь В интернете посмотришь Не На заборе в итоге Прочитай Школа работает на опережение Можно не успеть Просто Да Опытом бы Если поделиться Вот так Как Правда С детьми Говорить И Вообще Что такое Интимная жизнь Какое она Отношение Занимает В жизни Семьи Ну как-то Соотносящей себя С христианством Многие правда Это ведь думают Что типа Ну все Табу И секса нет Откуда Нигде Это я Когда у меня муж Проходил По-моему Слушал В Екатеринском монастыре И Ну шел в подреснике С детьми со своими Там прям бабушки А разве у таких Дети-то бывают Маня Вот вроде бывают Да То есть Да Представления тоже дикие Там если уж там Мы закрытая каста То Размножаемся Мы как гидры Следующая тема Понятно Да Нашего разговора Отлично Спасибо